Лыжи Такие лыжи употреблялись повсеместно Для ходьбы по неровной местности и по твердому снегу А также при прокладывании пути для собачьей упряжки Привет! Это Камчатка с Александром Петровым Сегодня мне позвонил мой старый добрый товарищ И сообщил, что ему из коряки и привезли подарок Настоящие корякские снегоступы Поэтому я решил наконец-то выбраться из своей деревни в город-герой Петропавловск И полюбоваться этими самыми снегоступами Давайте поедем и посмотрим, что же они на самом деле из себя представляют О, я в город захотел О, я в город прилетел О, я ходит осторожно Здесь и заводится можно Ахама! Идь! Запросто можно Ахама! Идь! Запросто можно Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ой, я думал, как же так Люди в городе собак Как Олешек запрягают Но совсем не выпасают Не выпасают Не выпасают ПЕСНЯ 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 Что это за странные конструкции в моих руках? А это настоящие корякские снегоступы. Настоящие, или как сейчас принято говорить в хипстерской среде, аутентичные. И эти самые снегоступы недавно привезли моему давнему приятелю из города-героя Паланы, столицы Корягского национального округа. Вот на таких снегоступах туземцы, живущие на севере Камчатки, раньше ступали по снегу. Отсюда и название снегоступы. Из чего же они делались? Деревянная конструкция. Береза. Кожаные ремни. Шкура лахтака. Причем за кадром слышу голос, слышу шепот, сыромятная. Вот так делали раньше. Сейчас, конечно, в любом маломальски серьезном магазине туристического снаряжения можно купить пластиковые снегоступы с синкетическими ремнями. Но это уже не то, это далеко от традиций. Правда, надо сказать, что здесь тоже приметы цивилизации уже есть. Там, где лопнули кожаные ремни, использованы синтетические современные стяжки от рыбацких сетей. Но традиции, как таковые, уже забыты. Сейчас никто из туземцев эти снегоступы не делает. Да, вот они скреплены кровельным железом. Судя по всему, их очень давно не использовали. Да где они, те корякские охотники? Те охотники, которые были прославлены на всю Россию. Их нет. И вот такие вот предметы уже являются несомненную ценностью. Потому что они редкие. Потому что это не нынешние новоделы, которые изготавливаются всякими доморощенными умельцами для музеев корякского быта, для этнографических деревень. А это именно снегоступы, на которых когда-то корякские охотники ходили по снегу, промышляя мягкую рухлядь, то есть пушного зверя. Вот такие вот чудесные снегоступы. Давайте рассмотрим их более пристально, подетально. Да не, лучше повесь на место. Я с их висячими сниму. П Voilà. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. и отдали два штуки как раз на два чаута ну а там карет был женька помнишь как его звали но то его это самый дед мелкий такой полтора метра я мути наконец-то я прошу когда был забыл купить я печенки сейчас купила печенку любят ну ты чё ну скорее всего да здесь нерпян надо посмотреть Лахтак, скорее всего, не ольпе, а потом же. Ну, вот чау-то я видел, например, из этого, из Лахтака, и когда вот, тогда я тебе рассказывал, да? Когда последний раз... А вот эта вот штуковина, это ручная лучковая дрель. Тоже корякская, тоже привезенная из корякского округа. Кстати, обратите внимание, она выточена из одного куска дерева. И привезли ее из старинного корякского села Лесной. Это село находится в Тигильском районе. Недалеко от Палана я, кстати, бывал в этом селе. Когда-то оно славилось своими оленеводами, когда-то оно славилось своими охотниками, а сейчас в этом селе даже нет водопровода и канализации. Очень интересная конструкция. Сейчас вы увидите, как именно им ею пользуются. Смотрите. С него можно, это можно и огонь добывать, если что. Так, и вот так вот. Не надо мне, не надо мне... Действующая модель. Покрути, покрути, я крупно сниму. Покрути, я крупно сниму. Можно сверлить, можно огонь добывать, можно все делать. Где в тундре найдешь сверло или дрель с собой возить будешь? Не будешь, а это всегда с собой. И всегда можно изготовить, если что. Вот сейчас я более крупно покажу деталь, выточенную из одного куска. Вот она. То есть это все не соединено. Видите? Вот такие вот забавные, вот такие чудесные штуки когда-то делали туземцы Камчатки. Теперь они ничего не делают. Теперь они считают белого человека колонизатором и угнетателем. Теперь они требуют от международного сообщества грантов как меньшинства, подвергающиеся угнетениям. Но дело не в этом. А дело в том, что теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня что-то новое о Камчатке. А если вы туземец, пляшущий в кухлянке перед туристами и забывший свои традиционные образы существования, свое традиционное природопользование, ставьте дизлайки, от меня не убудет. Пишите комментарии. Вот там шепчут что-то. Сзади что шепчут громче? Мы сохраняем это достояние и бережно храним, чтобы в веках вообще и в туне никогда не пропало. Правильно, мы сохраняем это достояние и бережно храним. Потому что белые люди должны хранить достояние от уземцев, которое они давно забыли. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то обратите внимание, в правом нижнем углу экрана появилась подсказка, что нужно сделать для того, чтобы не пропускать новые видео на канале. Выполнили то, что вам порекомендовано. Кнопочка из красной стала светло-серой. Молодцы. Значит, вы не будете пропускать новые видео. До свидания. Кстати, надо добавить о снегоступах вот еще. У меня в руках монография антроповой культура и быт коряков. Эта монография была выпущена в свет издательством «Наука» в 71-м году века минувшего. В Академии наук существовал институт этнографии имени Миклуха Маклая. И издания, касающиеся этнографии различных народов, относились к деятельности этого самого института. Итак, антропова культура и быт коряков. В 71-м год издательство «Наука» книга давным-давно стала библиографическую редкостью, потому что ее тираж был всего-навсего 1850 экземпляров. И что же эта самая книга пишет о снегоступах? Открываю страницу 82 и читаю. К зимним средствам передвижения коряков следует отнести еще лыжи. Вот. Значит, то, что мы сегодня увидели, это не снегоступы, это лыжи. Корякам были известны ступательные, они же ракетные, и обычные скользящие лыжи. Первое. Валвы-ягыт, вороньи лапы, так они назывались, пишет Антропова. Первые состояли из двух планок, соединенных вместе концами и разведенных посредине тремя-четырьмя поперешными распорками. Их длина достигала 90 сантиметров, а иногда и более. На средних распорках делали крепления для ноги. Такие лыжи употреблялись повсеместно, для ходьбы по неровной местности и по твердому снегу, а также при прокладывании пути для собачьей упряжки. Теперь вы узнали, что это не снегоступы, а лыжи, так называемые вороньи лапы. Об этом пишет Валентина Васильевна Антропова в своей монографии «Культура и быт коряков». Вы наверняка никогда не увидите эту книгу, потому что ее тираж слишком мал. Да и вообще вас навред для этого интересует. Да и что в этом мире вас интересует? Ни-че-го! Как говорит один молодой влогер. Редактор субтитров А.Семкин